Приветствую всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Хочу пожелать вам обильных Божьих благословений, радости и мира от нашего Бога и Спасителя, Его помощи, Его поддержки в наших повседневных делах. И сегодня мы вновь обращаемся вместе с вами к Священному Писанию. И пусть Господь влияет на наше сердце, поддержит нас, вразумит, утешит, когда мы будем размышлять над Его Словом. Многие из нас с самого детства слышали о том, что есть волшебное Слово, которое может многое совершить в нашей жизни. И нам говорили, что это удивительное волшебное Слово. И этим удивительным волшебным Словом является слово «пожалуйста». Но несколько лет назад я услышал о том, что есть еще одно волшебное Слово. И этим волшебным Словом, вторым волшебным Словом является слово «нет». Знаете, я был удивлен этим высказыванием, но чем больше проходило времени, тем все больше и больше убеждался в том, что это действительно так. И вот об этом особом Слове, волшебном Слове, которое выражается вербально или выражается в нашем действии, о слове «нет» сегодня мы будем размышлять на основании Священного Писания. Вы знаете, слово или действие, которое мы выражаем словом «нет», сегодня, да и во все времена, очень необходимо. Оно является спасающим, оно является дарующим жизнь, оно защищает нас от многих-многих неприятностей и проблем. И в настоящее время есть очень много случаев, моментов, когда мы должны четко, твердо, решительно говорить это слово. Ну, давайте рассмотрим просто так, вот бегло несколько простых примеров. Вот ситуация. Бюджет на этот месяц исчерпан, но у нас есть кредитная карточка. Видим товар какой-то, у нас возникает желание купить. Возникает в сознании вопрос, а как ты будешь отдавать вот потом деньги на свою кредитную карточку? Сразу же сам себе отвечаешь, ну, как-нибудь отдам. Так вот, друзья, как-нибудь это никак, это не работает, поэтому этому желанию нужно четко говорить «нет». Возможно, мы должны сказать твердое «нет» поздним приемом пищи или еще чему-нибудь. Правильно наученный своими родителями подросток, говоря «нет», табаку, алкоголю, наркотикам, которые стали обычным делом для многих молодых людей сегодня, спасает этот молодой человек, этим словом «нет», свою жизнь, и не только свою, но и жизнь и здоровье своих будущих детей. И этот список можно продолжать и продолжать. И самое интересное, друзья, что все проблемы на земле, все трагедии рода человеческого начались с того, что первые люди в лице Адама и Евы не смогли сказать «нет» греху, который дьявол преподнес в очень привлекательном виде. И вы знаете, может быть, в теории мы понимаем, что слово «нет» – это очень верное слово, и во многих случаях нашей жизни действительно его нужно использовать, нужно им действовать с помощью этого слова, выраженного вербально или в нашем поступке, но на практике сказать «нет», отказать кому-то, выразить его в действии не так легко. Вы знаете, ну вот если рассмотреть еще один такой пример, сегодня есть люди, которых можно назвать очень добрыми людьми, или еще говорят, что вот это, знаете, такой вот безотказный человек, что он всегда поможет, что он всегда откликнется, придет на помощь, выручит. И вот вы знаете, эти моменты, вот когда человеку говорят, ну вот ты такой хороший, ты добрый, да, ты всегда поможешь, ты безотказный человек, вот эти комплименты становятся духовной пищей для этого человека. И он, чтобы слышать их, вновь и вновь становится все более и более добрым, и все более и более безотказным. Но в результате, вот по факту, если трезво посмотреть на эту ситуацию, то в результате вот этой всевозрастающей доброты, в кавычках, и безотказности, у этого человека не остается времени на свое здоровье, своих детей, свою супругу, или если это женщина, то на своего супруга, и на своих родителей. И получается такой вот большой-большой дисбаланс. Для всего мира он добрый и хороший, он всем говорит «да», а для своего очага, для своего дома, для самых близких людей у этого человека не остается сил, не остается времени, и получается, что это те люди, которым он говорит «нет». Знаете, есть одна очень интересная книга. Это христианские психологи размышляют об этой проблеме, и вот они написали книгу, которая называется «Барьеры». И там говорится об одной семье, где мужчина был вот таким добрым, отзывчивым человеком, и он постоянно пользовался огромной популярностью у своих друзей, у своих сотрудников. Но, вы знаете, вот от этой популярности страдали его дети и страдала его жена. И в очередной раз, когда уже скопилось огромное количество незавершенных домашних дел, когда ресурсы жены и детей уже были просто-напросто на исходе, вы знаете, его жена очень мудро поступила, она пригласила его сесть на диван и говорит «ну, дорогой, ты знаешь, вот так, вот так вот смотри, вот это нужно сделать, это нужно сделать, мы не можем, вот потому что там нужно прямое твое вмешательство, тебя нет». А он говорит «ну, ты знаешь, дорогая, вот я такой человек, но я просто не могу говорить «нет», я не могу отказывать людям». Она ему в ответ говорит «ты знаешь, ты можешь говорить «нет», и ты говоришь это «нет» постоянно. И вот сейчас в этой комнате на диване твои дети и я – это те люди, которым ты постоянно говоришь «нет». И вы знаете, друзья, вот действительно нам необходимо понять, что мы те люди, которым Бог дал право говорить «да» и говорить «нет». И вот если мы вместе с вами откроем Евангелие, и в Евангелие от Матфея в пятой главе мы прочитаем с 33 текста по 37. Здесь в контексте Господь говорит о том, что нам не нужно клясться, нам не нужно бить себя в грудь, чтобы что-то доказать кому-то, что вот мы должны это сделать. Но посмотрите, вот просто сама подача этой истины, о которой говорит Христос. Давайте прочитаем вместе. Господь говорит «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что она престол Божий, ни землею, потому что она подножия ног его, ни Иерусалимом, потому что она город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого». Я не говорю сейчас о контексте, в котором произнес Господь эти слова, но очень важен вот этот момент, что это наша позиция, и об этой позиции говорит Бог, что мы должны, мы имеем право, и мы можем говорить «да», и мы можем говорить «нет». Вы знаете, в послании к Тимофею, в продолжении этой мысли, о которой мы говорили, в послании к Тимофею, это 1 Тимофея, 5 глава, 8 текст, апостол Павел говорит такие удивительные слова. «Кто о своих, о ближних, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть получается, что если мы не можем сказать «нет» тем факторам, которые забирают нас от тех людей, которым мы в первую очередь должны помогать, Священное Писание говорит, что мы отреклись от веры. Мы хуже неверного человека. В Евангелии от Луки, в 6 главе, в 26 тексте, есть замечательные слова Иисуса Христа, где Он говорит «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Это слова Иисуса, Он предупреждает нас, что мы не можем быть теми людьми, которые всем и всему и всегда говорим «да, да, да». Друзья, оказывается, для того, чтобы жить по воле Божьей, для того, чтобы сохранить себя, свою жизнь, свое здоровье, свою семью, мы призваны говорить «нет». И мы живем в очень непростом мире. Нам необходимо много молиться и просить у Бога силы мудрости, чтобы научиться словом и делом говорить «нет». Нам нужно учиться у Бога, чтобы на основании Его слова правильно расставлять приоритеты и четко для себя понимать и определить то, когда, кому и чему мы должны сказать «нет». И вы знаете, друзья, Бог обещал нам дать эту мудрость. И иногда нам прямо вот в эту минуту, когда нужно принять решение, нам необходимо взывать к Богу и говорить «Господи, дай нам этой силы, дай нам этой уверенности четко и спокойно сказать «нет». И вы знаете, иногда мы можем сказать «нет», вот просто, общаясь с кем-то, видя, что у нас другие планы, другие приоритеты, другие ценности сейчас, мы можем сказать так, просто вот. «Нет, сейчас не могу, так как уже пообещал сделать что-то». «Нет, сейчас у меня важные планы». «Нет, у меня уже есть зарезервированные мероприятия на сегодняшний день или на завтрашний день или на завтрашний вечер». «Нет, может быть, в следующий раз я смогу тебе чем-то помочь». «Но сейчас, извини, вот я уже пообещал». И вы знаете, в этом нет абсолютно ничего предосудительного. Потому что если мы пообещали одному человеку сегодня вечером сделать что-то для него, и вдруг встречаем второго, который говорит «пожалуйста, сделай вот это для нас сегодня», то получается, что, став хорошим для вот этого второго, чтобы не отказать ему, мы обижаем первого. Поэтому, дорогие друзья, мы очень четко должны понимать, что слова «нет» – это то слово, которое Бог нам дал для использования. А иногда вот такие моменты бывают, что слова «нет», выраженное вербально или в действии нужно говорить без всяких объяснений. Если речь касается греха, если речь касается наших взаимоотношений с Богом или наших взаимоотношений с нашей семьей. помните очень интересный случай из книги «Бытие», 39-я глава книги «Бытие», когда Иосиф встретился с соблазном, жена его господина стала к нему все больше и больше, все сильнее и сильнее искушать его, и был такой момент, когда она просто его физически уже схватила, и сказано, он вырвался и убежал. Даже осталась в руках этой женщины одежда Иосифа. Но он четко и конкретно проявил свои убеждения и сказал греху «нет». Вы знаете, некто сказал очень интересную фразу. Умение говорить «нет» другим людям – это качество личности. Умение уверенно, твердо, ясно и спокойно ответить отказом на полученную просьбу или предложение. Да, друзья, это качество личности, о котором нам говорит Священное Писание. Бог дал нам эту способность и дал нам это право говорить «да» и говорить «нет». И вот сегодня, друзья, в том мире, в котором мы живем, в мире обилия информации, в мире, который сражается за наш разум, за нашу волю, нам очень важно иметь живые отношения с Богом и беречь свой разум, беречь эту способность говорить «да» и говорить «нет». И вот я бы очень хотел попросить всех вас обратить на это серьезное внимание и каждый день молиться о том, чтобы нам знать, когда говорить «да», когда говорить «нет». И общаясь с Богом, просить у Него научить нас и приучить свой ум, чтобы он постоянно был соединен с Божьей мудростью и чтобы вовремя мы знали, чему, кому и когда нам говорить «да» и говорить «нет». «нет». И помните такие замечательные слова в книге «Притч», это 4 глава, 23 стих, где сказано, что это вот наставление от отца к сыну, это отец вот так наставляет своего сына и говорит «больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Наше сердце. В те времена, когда писалось Священное Писание, под этим словом подразумевался наш разум, наша воля, наше умение делать выбор. И вот Священное Писание говорит «больше всего хранимого храни этот разум, храни эту способность, которая тебе поможет говорить «да» и говорить «нет». Вы знаете, я вспоминаю одного молодого человека, с которым я долгое время жил по соседству, и его друзья когда-то дали ему попробовать наркотик. Ему было интересно, конечно же, он захотел попробовать это еще раз и еще раз, он попал в зависимость, и через 2 или 3 года он понял, что он близок к смерти, и он принял четкое решение волевое, что он должен остановиться. Он взял продукты, ушел в лес, и в лесу жил 2 недели, один без никого, и он пережил ломку. Когда он вернулся к себе домой, его друзья вновь его встретили, нашли, говорят, «Слушай, Сережа, куда ты пропал, мы тебя искали». он четко сказал им, что «Ребята, я больше не общаюсь с вами, у меня теперь новые планы на жизнь, и я с наркотиками все, стоп, я завязал». И вы знаете, они подбросили ему наркотик, оставили ему на кухне пакетик, и вот когда он вернулся, увидел эту дозу, бесплатно он опять сорвался. Прошло еще какое-то время, он опять попал в эту систему, он опять понимает, что нужно остановиться, и вы знаете, возвращается к себе домой, и опять встречают его друзья, и говорят, «Ну, куда же ты пропал? Вот смотри, у нас что есть». Показывает опять ему наркотик. Он их предупреждает очень строго. Он говорит, «Если вы мне где-то его подбросите, я, говорит, себя не отвечаю, я просто вас убью». Ну, они испугались, ушли, а потом еще какое-то время прошло, и был день рождения у какого-то там их товарища, они пригласили этого Сережу туда, и, вы знаете, дали Сережу немножечко выпить. Он выпил, разум его слегка затуманился, и вот в этом состоянии он опять соблазнился на наркотик. И вот когда они ему дали выпить, сразу же, буквально там через 5-7 минут они предложили ему дозу, и он опять сорвался, и, вы знаете, третьего раза, к сожалению, для него не было. Я встретил его, у него была температура, он весь дрожал, он говорит, «По-моему, я укололся грязной иглой». Мы общались с ним, говорили, и буквально потом, через пару недель, Сергея в возрасте 23 лет не стало. Дорогие друзья, сегодня не обязательно принимать наркотик или выпивать, чтобы наш ум был трезвым. Сегодня масса всевозможных информаций, материалов, которые могут затуманивать наш ум. Поэтому я приглашаю вас обратить серьезное внимание на слова Священного Писания. Берегите свой ум трезвым, здравым, охраняйте свое сердце для того, чтобы наш разум был способен говорить четко «да» и четко «нет». И вот к этой практике призывает нас Священное Писание. В Послании к евреям, в 5 главе, в 14 тексте сказано, что у верующего человека, который ищет помощи в своей жизни от Бога, навыком приучен разум к развлечению добра и зла. И еще раз мне хочется обратить наше внимание на слова, записанные в Послании Иакова, в 1 главе, в 5 тексте, где сказано, что если у кого-то из нас не достает мудрости, просите у Бога, и Бог обязательно ее даст. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет нам, пусть наши живые отношения с Ним соединят нас с Его бесконечной мудростью. И эта мудрость будет нам подсказывать, будет руководить нами и защитит нас, даст нам возможность всегда делать правильный выбор, защитит от многих ошибок. И мы спокойно, твердо и уверенно, как личности, созданные по образу Бога, сможем знать и уметь, когда и кому говорить да, когда кому и чему говорить нет. Пусть Господь нам поможет в этом, и давайте мы вместе об этом помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое вразумляет и наставляет нас. Боже, так много всего в этом мире, который окружает нас, так много разных соблазнов. Иногда, Господи, грех выступает таким привлекательным и соблазнительным. Боже, научи нас быть мудрыми. Научи нас очень спокойно, доверяя Тебе и уповая на Тебя, и, живя с Тобою, говорить да и говорить нет, когда нужно, кому нужно и чему нужно. Мы просим у Тебя для этого помощи во имя Иисуса Христа. Аминь.